Ну, в принципе, с чем справляется экипаж Исламской Республики Иран. Все подготовленные экипажи в этом заезде из Сербии, сильная команда Иран. Ну, а Российская Федерация, безусловно, конечно же, всей страной мы возлагаем большую, огромную надежду. Дорогие друзья, тем более такой знаменательный день. Этот заезд в день столетия Восточного военного округа. Это округ, который занимает 44% всей территории, сухопутной территории нашей страны. В 1918 году считается день рождением Восточного военного округа. Именно 31 июля день, когда красноармейцы у Сирийского фронта разгромили войска белогвардейцев. Вот с этого дня и стал отличать сначала Дальневосточный, но уже сейчас Восточный военный округ, где проходил службу в свое время и главный судеб конкурса генерала Бенюкова и, конечно же, главнокомандующий с сухопутными войсками. Итак, первый выстрел, есть попадание! Команда Ирана справляется с первой мишенью, вторая в поле. Внимание! Выстрел! Есть поражение мишени! Не будет штрафного округа для иранской команды. Итак, третья мишень в поле, дальность на мишени 1700 метров, выстрел. Есть поражение, три мишени, три поражения. Браво! Браво команда Ирана, хорошо справляется. И в дальнейшее путешествие по трассе индивидуальной гонки отправляется второй экипаж Исламской республики Иран. Команда России статует, друзья! Давайте поаплодируем громко, 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 громко и поддержим нашу команду. Ну что ж, парни, нужно постараться, нужно постараться, безусловно. И самое главное справиться с волнением, с переживанием, конечно же, когда вся страна смотрит на тебя, когда все надеются на тебя. Да, тяжело, но тем не менее наши парни устойчивые в морально-психологическом состоянии. Безусловно, я надеюсь, что с этим проблем не будет. Так вот, дорогие друзья, сегодня отмечаю день рождения Дальневосточный военный округ. И также поздравляю моего главнокомандующего с попутными войсками России, генерал-полковника Олега Леонидовича Солюкова, который с 2008 по 2010 год командовал Восточным военным округом. Ну тогда это был Дальневосточный военный округ, назывался. После преобразований обвинев себя в Дальневосточный, в Сибирский и стал восточным военным округом. То есть всех военнослужащих Российской Федерации, все, кто когда-либо служили или сейчас служат, мы поздравляем с знаменательным, замечательным праздником. Итак, команда Российской Федерации, друзья мои, в это время уже прошло участок универирования, мы сейчас вернемся, давайте к прохождению дистанции командой Ирана. Ирана прошли сейчас брод, ну а представители нашей команды, второго экипажа, завершили загрузку боеприпасов. Докладывают сейчас в радиоэфире о том, что готовы выполнять боевую задачу в этом заезде. На экране сейчас тренер нашей команды, полковник Рощенко, тоже представитель Южного военного округа. Итак, друзья мои, все, кто нас слышит, все, кто нас смотрит. Очень важный момент для нашей команды. Мишень в поле. Один! Есть! Есть! Первая мишень! Вторая мишень! Отлично! Третья мишень в поле. Нет слов, друзья мои, все здорово, все хорошо, все прекрасно, так и идем, так и работает. Три мишени, три цели. Справляется с волнением наша команда, ну а опытом у них, как говорится, занимать. Даже вперед, 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 российская команда. Друзья мои, спасибо огромное за поддержку, за те переживания, которые вы сейчас дарите нашему экипажу, да и всей стране. Ну, конечно же, нашему экипажу спасибо за тот адреналин, который попадает в нашу кровь в режиме онлайн. Прямо сейчас здесь, на полигоне Алабина, да и у всех зрителей, которые сейчас смотрят прямую трансляцию танкового биатлона. Второй экипаж Российской Федерации, одиннадцатый заезд. Итак, 54 километра в час, сейчас скорость команды Российской Федерации. Красный экипаж, красный танк, Республика Сербия, экипаж номер два, вперед, вперед, Сербия отправляется на дистанцию индивидуальной гонки танкового биатлона. И сразу же начнет проходить первый участок, это участок маневрирования. Друзья мои, смейка, на котором, к сожалению, для иранской команды, ну а к радости может быть других команд, команда исламской жулики Иран зацепила столбик и уже отработала норматив номер один, тем самым потратила драгоценное время. Итак, сейчас маневрирует танк жулики Сербии, командир танка, рейтинант Яндвис, Гобан. Подчислить военнослужащий, может быть, взрослый военнослужащий, просел змейку, опытный механик-водитель, тоже подготовленный. И команда Сербии в целом хорошо подготовлена, всегда была. Синий танк, команда России сейчас. Заходите сейчас на круга. Посмотрите, скорость какая, друзья. Это наш механик-водитель Алексей Назаренков, как уверенно ведет он танк. Друзья мои, ну 31 год, 31 год Алексею Назаренкову. Как уже говорил, представитель 7-й военной базы 49-й армии. Холост, холост пока Леша и все свое свободное время отдает учебе, боевые подготовки, что демонстрирует нам здесь, мечтая о высоком карьерном росте. Ну и, конечно же, стать чемпионом мира в танковом биатлоне 2018 года. Повторим и сейчас видим боевую стрельбу. Россия. Хорошо, хорошо, да что там, хорошо, отлично, блестяще, прекрасно. Три мишени, три попадания. Итак, в это время команда... Уже прошла противотанковый ром. Давайте, друзья мои, поприветствуем. Наш второй экипаж завершает первый круг. Посмотрим на результат, посмотрим на время. Вперед, 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 набирать обороты. Итак, отсечка, первый круг. Россия, второй экипаж. Есть. 5 минут 22 секунды. И осторожно, осторожно, сейчас проходим колейный мост. Хорошо, хорошо же ведь, хорошо, прекрасно. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Не было нарушений. Следом сейчас идет и догоняет, старается всячески, по крайней мере, это сделать. Экипаж команды Ирана. Ну а сербская команда сейчас на пробеже ведения огня на участке выполнения. Первая огневая задача по мишеням номер 12. Давайте посмотрим на результативность работы экипажа Сербии. Итак, первая мишень в поле. Три штатных выстрела, три мишени. Все готово для того, чтобы начать боевую стрельбу. Но есть одна еще поправочка. Конечно же, нужно найти. Научку оператору мишень. Надо прицелиться и вести огонь. Итак, прицеливается пока сербская команда. Первая мишень стоит и стоит. И выстрел! Есть поражение. Первая мишень. Хорошо. Хорошо справляется экипаж Сербии. Первая мишень. Есть поражение. Не будет штрафного круга. Вторая мишень в поле. Так, внимание. Второй выстрел через несколько секунд. Я думаю, что не будет тянуть сейчас сербская команда. Действительно так и есть. Есть поражение. Смотрите, в одну и ту же точку ведет стрельбу. Экипаж Сербии. Третья мишень. Ну что ж. Конечно, хотелось бы, чтобы было поражение у каждой команды. Ведь это танковый биатлон. И в первую очередь мы все же здесь ждем, конечно же, результата от каждой команды. И быстроты выполнения каждого элемента. Будь то боевая стрельба, будь то прохождение препятствий. Есть поражение. Три мишени, три цели. Друзья мои, ну это просто золотой заезд. Вы посмотрите, три команды. И все три команды поражают все три мишени. Каждая свою. И, безусловно, первая огневая задача выполнена всеми на отлично. Друзья мои, по-моему, еще не было ни одного заезда, чтобы все экипажи заезда поражали все три мишени номер 12, выполняя первую огневую задачу. Хорошо отправляется сейчас красный танк. по трассе индивидуальной гонки танкового биатлона. Итак, хорошая скорость 51 км в час набирает за столь короткий участок. 52 уже, но нужно, я думаю, притормаживать. Все мы помним, в прошлом заезде была проблемка у таджийской команды, как раз-таки при этом глубоком повороте. Итак, команда России загрузила боеприпасы. Мишень в поле, мишень синего цвета. 25-я мишень, 900 метров на мишени. Друзья мои, стрельбу ведет сержант Виктор Шерстнев, уроженец Нижегородской области, село Давыдково. Ну что, село Давыдково, я думаю, вы смотрите нас и... Так, ваш Виктор Шерстнев. Внимание! Идет стрельба. Здесь будет анагерстанка, 15-й, а есть. Есть поражение, друзья мои, браво! Браво, Витя! Браво, Виктор Шерстнев, наш командир танка Южного военного округа, 7-я военная база, 39-я армия Южного военного округа. Друзья мои, этот экипаж все холостые, и поэтому, дорогие девушки, обратите внимание на этих парней, сильнейших, одних из сильнейших танкистов. Планета, раз участвует уже в танковом биатлоне. На экранах командир танка Виктор Шерстнев сейчас вел боевую стрельбу, выполняя вторую огневую задачу. Браво! Вы знаете, по-моему, сейчас давление болельщиков российской команды поднимается, безусловно, поднимается и зашкаливает пульс, потому что переживаем мы, конечно, не меньше, чем и переживает тренер, чем переживает судья конкурса от Российской Федерации, как переживает главный судья наше соревнование, генерал-майор Беренюков. Конечно же, волнение и переживание у всех вооруженных сил, главнокомандующих с работными войсками наблюдает за пополнением боевой работы команды сейчас, и есть попадание, а в это же время иранская команда справляется со второй огневой задачей. не будет штрафного круга. Итак, ну что ж, нам нужно набирать скорость команды Российской Федерации. Хорошо идет, хорошо, прекрасно и здорово. Алексей Назаренко, старший сержант Российской Федерации, механик, водитель. В повторе давайте посмотрим боевую стрельбу. Наш командир танка Виктор Шерстнев вел боевую стрельбу и успешно, успешно таки поразил мишень номер 25. Гордится сейчас мама Виктора, Юлия Майорова. Я уверен, что смотрит любой трансляции, и, может, даже перед заездом, сказала те самые главные и нужные слова матери, когда сын действительно отстаивает честь нашей страны, Российской Федерации. Друзья мои, проходит сейчас танк Российской Федерации. Наши экипаж. Препятствие в рот. Хорошо справляется механик, водитель. Выходит на противоположный берег. Не было нарушений. Сейчас будет проходить курган. Итак, внимательно, внимательно, и все раз внимательно. Безусловно нужна и скорость, но и осторожность при выполнении всех элементов препятствий. Курган сейчас хорошо на той же скорости, фактически не снижая ее, я думал, около 35 км в час скорость была захода на курган. Глубокий поворот, и сейчас остается совсем немного. Огненная полоса, противотанковый ров, и под бурю аплодисментов отправим мы наш экипаж на третий заключительный круг. Эстафеты, идеальные гонки танкового биатлона. По результатам идеальной гонки, друзья мои, будет произведена жеребьевка среди команд, которые пройдут в эстафету. 12 сильнейших команд по результатам заезда в дальние гонки встретятся уже в следующем этапе. Но об этом поговорим мы немного позже. Сейчас танковый ров, точнее сказать, противотанковый ров исполнения команды Российской Федерации преодолеет. Хорошо. Как раз-таки тот самый момент выхода на противоположную скорую и 12 минут 20 в секунду. Команды России сейчас проносятся мимо трибуны, мимо кургана славы полигона Алабина. Друзья, давайте поаплодируем нашему экипажу. Второй экипаж России полковник Нартымов, тренер нашей команды Южный военный Огру. Полковник Рощенко сейчас страниц сидит, наблюдает за выполнением всех элементов, тоже тренер команды Российской Федерации. Вложили всю душу, все сердце. Вы знаете, мне кажется, сколько времени даже семье не удается провести, безусловно, в отпуске, как время, проводимое с командой, с экипажем, разговоры, тренировки и все-все-все происходящее. В моменты боевой учебы, боевой подготовки в своих подразделениях 7-й военной базы 49-й армии Южного военного округа. Итак, «Красный танк» подходит на выполнение второй огневой задачи. Эта команда Сербии будет вести боевую стрельбу по мишени номер 25. Командир танка Сербской Республики лейтенант Янкович Бобан, 26 лет, 3 года уже вооруженных силах Сербии. Холостой. Вы знаете, кто он, вообще весь 11-й заезд. Холостой. Просто, как говорится, парни, будете финишировать, смотрите, будьте внимательны, потому что, я чувствую, девушки будут стоять в очереди. Ну что ж, маленькое эллипсиское расступление. Теперь давайте посмотрим на слаженность подразделения танка Сербской Республики. Итак, идет загрузка боеприпасов. Это наш танк, 72Б3, в составе которого идет зенитный пулемет «Утезы», из которого, собственно, и предстоит вести боевую стрельбу по мишени номер 25. Мишень в поле. Это манья. В поле давит команду на ведение огня. Экипаж доложил, что готовы вести огонь по мишени номер 25. Проноится в то же время танк команды Мирана мимо трипун, мимо Кургана Слава. Поздравым аплодисментом своих болельщиков, а вот команда Сеспублики Сербия, а конкретно командир Данков идет стрельбу, попадает! Какой зато какой просто невероятный нокал сейчас в этом заезде. По-моему, это самый мощный заезд в истории индивидуальной гонки этого года. Одинестный заезд, более 30 экипажей уже отработали в индивидуальной гонке, показали уже свое мастерство. Ну, пока не будем ничего загадывать. Давайте посмотрим на выполнение подбиранием сердца. Я думаю, вся страна, вся стройна сейчас, перелив к экранам, все, кто смотрят и видят сейчас танковый биатлон в прямом эфире, но и кто еще посмотрит в повторе, безусловно, будут волноваться, как волнуемся сейчас мы здесь, на судейской вышке. Загрузка боеприпасов завершена, мишень в поле синего цвета, ручной, противотанковый. Гранатомер, стрельбу будет вести наводчик-оператор Андрей Бастрыгин. Итак, Андрей Бастрыгин, Южного военного округ, наш второй экипаж. Докладывает о готовности ведения огня. Стрельба ведется испаренного пулемета, калибр 7,62 мм. Начали стрельбу. Есть попадание, оно низко шло, и все-таки смог, смог, сделал, как нужно было сделать. Отлично, хорошо, буквально пятый выстрел по счету, или шестой, короткими чередями отправляет свои пули в мишень. Разбивает мишень древески и отправляется наш экипаж винишировать, винишировать в индивидуальные гонки танкового биатлона сержант Андрей Бастрыгин. Друзья, мои аплодисменты! 94-го года рождения, 24 года, уроженец Кирова. Ох, невероятный заезд, просто невероятный заезд за гидресья. Продвигается футболом и рыбалкой, начинает стать чемпионом мира в том числе танкового биатлона Андрей Бастрыгин. Но с такой стрельбой все шансы в ваших руках, дорогие участники Российской Федерации. Итак, повторить, давайте посмотрим тот волнующий момент, невероятно волнующий момент боевой стрельбы по мишене номер 9 нашей команды. Это просто было что-то невероятное. Честно, очень и очень просто невероятно я переживал. Вот и все. У меня нет слов, друзья мои. Нет слов, но, слава Богу, все получилось. Итак, команда Российской Федерации сейчас на прямолинейном участке набирает прекрасную 75 км в час. Максимальная 77 уже была зафиксирована. По ТТХ такого просто фактически лучший показатель и тактико-технических характеристик, друзья мои. Вот именно здесь и сейчас на танковом биатлоне на полигоне Алабина в индивидуальной гонке. Итак, зеленый танк на стрельбе испаренного пулемета. ой, 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 друзья мои. Поспешили, чуть-чуточку поспешили. Зеленая мишень в поле, друзья. Беззамена танка на сегодняшний день. Беззамена танка. Праченное время. Как хорошо шли, как хорошо шли. Прекрасно и блестяще. Но была небольшая ошибка. ну что ж, перейдем срывайте зеленая мишень в поле. Асиланская республика Иран сейчас будет вести боевую стрельбу. спаренный пулемет. Стрельба. Помещение номер 9. Срыву ведет помощник оператор влачный лейтенант Шарафир Асул. Шарафир Асул. 15 боеприпасов отстрелял. По всей видимости нет попадания, друзья. По всей видимости попадания не было. Попадания не было, друзья. Получил штрафной круг сейчас экипаж команды Исламской республики Иран. Штрафной круг лишние 500 метров предстоит преодолеть. Ну что ж, давайте посмотрим на зеленый танк, который сейчас как раз таки и отправляется на штрафной круг. На штрафном круге сейчас команда республики Сербия проходит его и уверенно и быстро проходит этот прошу прощения, команда Исламской республики Иран на штрафном круге, да, а вот и наш танк следующий на замену. Была небольшая ошибка, допустим, хорошая скорость было все. И безусловно, конечно же, наш механик-водитель Алексей Назаренко старался и делал все только лишь для того, чтобы было лучшее время. Только лучшее время. Но немного не удалось на повороте. Ну что ж, всякое бывает, друзья, вот именно в этом моменте. Ни в коем случае не отчаиваются, не расстраиваются и не нужно вешать нос. Все хорошо, все успеется, все сложится и все будет нормально. Да, как раз таки сегодня в один день и сразу же две команды так уж получилось, что, как говорят, танкисты разулись. Итак, зеленый танк на экранах, друзья мои, завершил выполнение штрафных санкций. В это время красный танк не преодолел эскарп, а вот команда Иснабской республики Иран сейчас идет по скоростному участку. Синий танк, произошла замена танка, отправился наш экипаж на финисную прямую. проходит сейчас вброд и выходит на курган. Так, команда Российской Федерации, второй экипаж, время 19.44 на данный момент. Ну что ж, выполняет красный экипаж команда Сербия штрафную площадку, на штрафной площадке норматив номер один за непрохождение препятствий Искарп и продолжит движение буквально через несколько мгновений, около 40 секунд. Сербская команда ведет загрузку боеприпасов, уже отработав штрафную площадку. Итак, боеприпасы загружены, ждут сейчас судьи в эфире, радиоэфире доклад о готовности к ведению боевой стрельбы по мишени номер 9 команды Республики Сербия. Мишень в поле поднята, стеклянная, прекрасно будет видно, если будет поражение, давайте посмотрим, будет ли это так. Итак, финиш синего танка, друзья мои, давайте посмотрим и встретим громом аплодисментов. Заходит сейчас наш экипаж противотанковый рост. Итак, давайте встречаем громом аплодисментов, друзья мои, ну что ж, да, была одна ошибка, была одна ошибка, которая вообще-же наш результат сделал немного хуже, было бы на минуту, на целую минуту мы были бы лучше, но что же здесь сделать, но что же здесь поделать. Тем не менее, это наш экипаж, это наша команда. Второй экипаж Российской Федерации встречаем громом аплодисментов, друзья мои, Виктор Шерстнев, Андрей Бастрыгин и Алексей Назаренков завершают индивидуальную гонку с результатом 21 минута, 21 минута, молодцы, парни, вы настоящие молодцы, вы делали все хорошо и все здорово. Это был просто невероятный фонтан эмоций, подаренный нам в этом заезде. Я уверен, что каждый болельщик насладился просмотром этого заезда, каждый россиянин и все, кто поддерживает команду Российской Федерации, переживали просто невероятным образом. Браво! 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 Ребята, вы знаете, честно признаться, я здесь даже на судейской вышке в комментаторской кабине наблюдал как такое ощущение, что даже у некоторых мужчин скатилась небольшая скупая слеза, потому что все было здорово и все было хорошо, но все же вот эта небольшая ошибка привела к потере драгоценного времени. Ну что ж, все хорошо, друзья мои, у нас еще третий экипаж будет выступать, безусловно, болеем за Россию, продолжаем болеть за Россию. Отдавая все, все эмоции, всех себя, всего себя за нашу команду, а вот и команда Ирана также финиширует в индивидуальной гонке. Иран 27 минут 39 секунд. Браво! Второму экипажу иранской команды поразили, поразили четыре мишени, хорошо справились с огневыми задачами, хорошо прошли все этапы, все препятствия, блестящие прошли все препятствия, молодцы, и я тоже уверен, что как раз таки болельщики иранской команды также получили максимум удовольствия, максимум адреналина и максимум радости за свою команду в этом заезде. Итак, сербская команда сейчас 62 км в час набирает на прямолинейном участке. Итак, да, друзья мои, продолжает команда Республики Сербия движение по скоростному участку. Вы знаете, безусловно, техническая комиссия, техническая комиссия представленная здесь на танковом биатлоне, обязательно разбирается досконально и тщательно в каждой проблеме с боевой машиной, с танком. И если есть вина экипажа в этом, то да, безусловно, штрафные санкции накладываются. Но, быть может так, что вины экипажа и нет. И буквально не так давно, вот вчерашний, если не ошибаюсь, заездия, такой вопрос поднимался на одном из участков боевой стрельбы, когда ввелась стрельба и была небольшая проблема с прицеливанием, а техническая комиссия выяснила и убедилась в том, что вины экипажа не было, поэтому ставки санкции обратно списываются. Но не будем ни о чем задаться, конечно же, это биатлон, это танковый биатлон, и это те соревнования, в которых участвует не только человек, но и машина. Это, безусловно, боевая единица, так же с душой, так же с именем, но все же давайте вернемся к тому, что это техника, которая иногда, к сожалению, бывает так, что где-то может быть какая-то небольшая техническая на штрафной площадке, пидстоп, осмотр машины ведет. Да, была ошибка на эскарпе, а непройденным оказался этот грозный, грозная эта гора, просто невероятная гора, которую, казалось бы, и сложно пройти, но прекрасно справляются многие механики водителя, но где-то бывают и ошибки, которые сейчас как раз-таки и допустил сербский механико-водитель. Ну, уже завершили контрольный осмотр машины, сейчас должны доложить в радиоэфире о том, что готовы к дальнейшему движению по трассе, и докладывают, и отправляются финишировать в индивидуальные гонки танкового биатлона. Вот и тренер сербской команды сейчас наблюдает бинокль за своей командой, за своим танком. Всем огромное, конечно же, спасибо. Этот заезд, по-моему, был пока один из самых эмоциональных. Адреналин просто здесь выплескивался и вплескивался из крови в кровь каждого зрителя, каждого болельщика ежесекундно. Глубокий поворот сейчас и фактически финишная прямая огненная полоса противотанковый ров и финиш. Дорогие друзья, ну что ж, следующие заезды детальной гонки ждут нас с вами уже 3-го августа. 3-го августа мы встречаемся здесь, на полигоне Алабина. Также заезды в 11, в 13 и в 16 часов. В зеребевке установлены уже все экипажи. следить за информацией на сайте Министерства обороны, где указана и жеребевка проведенная, и порядок выступления команд. Ну что ж, вот сербская команда завершает выступление мидеральной гонки, а конкретно второй экипаж тоже очень хорошо выступит в этом заезде. четыре мишени из пяти поражены и прекрасная скорость Сербия. Встречаем технику команды, второй экипаж лейтенант Янкович Бобан, младший сержант Петриевич Милан и младший сержант Янкович Милош, время 26 минут 2 секунды отставания России 4 минут 59 секунд Браво! Браво, Сербия! Володцы! Браво всем! С вами был комитет танковый биатлон Николай Федоров. Спасибо огромное за внимание. Дорогие друзья, танковый биатлон в самом разгаре. Впереди еще заезды и финальные гонки. Впереди еще самые зрелищные эстафеты, полуфинальные заезды. Ну а 11 числа четыре сильнейших гладиатора танкового биатлона сойдутся в финале на приз лучшей команды в танковом биатлоне 2018 года и приз армейских международных игр. Всем легкой рабочей недели, всем прекрасного настроения, мирного неба над головой и будьте счастливы! Николай Федоров, всем всего доброго! Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok